Банка Порошенко все-таки знаком. В целом же о богатстве тех, кто пришел к власти после Евромайдана, красноречиво рассказали их электронные декларации, опубликованные осенью. У самого молодого в истории Украины премьер-министра Владимира Гройсвана около полутора миллиона долларов только наличными. Фирма в Италии, три квартиры коллекции вин и картину главы МВД Арсена Авакова, несколько квартиру активного майдановца, а ныне спикера Верховной Рады Андрея Порубия. На тему богатства чиновников на Украине шутят Международному валютному фонду в пору брать у них взаймы, а не наоборот. Агентство по вопросам предотвращения коррупции до сих пор не проверило декларации за 2015 год. И все это на фоне вопиющей нищеты большой части населения. Если сравнивать Украину сейчас, скажем, с 90-ми годами, с 2000-ми, скажем, 25-летней давностью, тогда у Украины еще был некий запас прочности, который остался в наследство после Советского Союза, имеется в виду, и те же там инфраструктуры ЖКХ, и производства. На сегодняшний день ситуация намного хуже, потому что экономическими просили очень сильно, но при этом советское наследие уже либо продано, либо распилено. А вот какое мнение о ситуации в стране сложилось у журналистов из Германии. В статье на статье «Украинский канал оттучит от удушающей коррупции», называя украинского президента частью олигархической касты и гибким шоколадным королем. С момента образования независимой Украины в 1991 году президенты приходили и уходили, а коррупция оставалась. Процветает она и при шоколадном королеве.